Всем привет! Сегодня у нас 21 января. Дождь у нас идет, как вчера начался дождь идти, так все идет. Ну потеплело, конечно, все-таки плюс 9. Сейчас вот одеваемся уже и пойдем работать. Пусть хотя бы идет дождь, но под навесом мы сможем поработать. Я смотрю, у меня рисунок не смотрит. Ну да, начинается, видно. Вознавесом же хорошо можно работать, хоть дождь идет, все равно работает. Надо будет краску купить, красить. А сколько прошло лет, Сережа, что мы с ней навесом делаем? Да, 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 да. Да не больше. Хочется, чтобы здесь все было закрыто, чтобы такого не было. Вот ветра дует, у нас ветер гуляет. Сейчас уже хожу, двигаюсь тепло. А так вышло, ну как-то не зябко. Написали в комментариях, что, да что вы говорите, не может быть, что там так холодно. Вы в таких фуфайках, в таких штанах ватных. Никто так не ходит, говорят. Ну так это мы вышли на улицу. Понятно, что в такую погоду люди дома сидят. Когда вот было холодно, минусовая температура. Это мы просто вышли в огород, оделись почти, что к нам не мерзнет. Понятно, что мы так не ходим постоянно. В поселок, когда мы ходим, мы одеваем нормальную одежду. Ну да, мы одеваем просто обычную одежду. У меня вообще несколько лет не было никакой теплой одежды. Я все у себя там оставила. Я ходила в обычной куртке на работу. Ну я шла, мне вот так трясло все. Малыш, ну что ты трясешься? Ну все трясет все. И сейчас я так дома почти находит, я с мамой постоянно. Малышочек, холодно, да? Ой, как холодно. Никого сейчас, скажи, нет нигде, да? Все дома сидят по будкам. Собак не видно. Зато вечером. Как начнут все бегать, лаять. Ой, все выпускают, они бегают. Почему-то люди, когда идут кататься в Сочи, они девают плохую одежду, комбинезоны такие специальные. Там снег, потому что. Так вот, здесь тоже был снег, и тоже было холодно. Снега тоже уже холодно. Ну там горы. Там еще холоднее, конечно. Да. Нет, в самом Сочи-то там тепло, а в горах-то понятно, чем выше поднимаешься, тем холоднее. Здесь просто степь, равнина и ветра гуляют. Помните, я вам рассказывала о том, что я переболела коронавирусом, и я все ждала QR-код. Сегодня решила, думаю, все, сколько можно. Уже 21 число, мне ничего не пришло на госуслуги. Написано, что где-то у 20% людей бывают проблемы, и не приходит QR-код после вакцинации, либо просто после того, как ты переболел. Там можно оформить заявку, и это заявление написано «Рассмотрят максимум в течение трех дней». То есть я это утром сегодня и заполнила. Сейчас захожу. У меня QR-код теперь есть, все. Теперь у меня все дороги и двери открыты. Так что, все. Будем готовиться к поездке на мамин день рождения. Сейчас буду смотреть, куда можно попасть без кода, потому что я тут единственная в семье с кодом. Хоть можно будет, не знаю, еду на вынос вам какую-нибудь приносить. Я тут в таком положении более привилегированном теперь. Хотела поделиться этой радостью, что теперь можно ходить мне и в торговый центр в Краснодаре, и в кафе всякие. Так что вот. Дождалась наконец-то. А то они обещали. В поликлинику звонила. Вот еще были праздники новогодние. Они говорят, после 10 января вот все поликлиники начнут работать, и вам придет QR-код. Я выздоровела, чтобы вы понимали, 31 декабря уже. Ну просто результаты мне пришли 4 января только. Или 3, уже не помню. Вот. И я все ждала, вот, получается, с 4 числа, когда же придет этот QR-код мне как человеку, который переоболел. И вот, наконец-то, да. У всех такие проблемы, или мне только так повезло одной? Еще такая есть тема, которую я хотела обсудить. В общем, я уже очень долгое время думаю насчет смены названия канала. У меня называется «Сосенняя жизнь у моря». Но ведь я не всю свою жизнь буду жить у моря. Живут у моря мои родители. Поэтому мама называется канал «Ирина жизнь у двух морей». Это логично. У них здесь дом, они здесь на постоянное. Я все-таки чаще живу в Краснодаре. Я к ним просто приезжаю в гости. И, исходя из этого, у меня вот такая дилемма. Как мне стоит свой переименовать канал? У меня уже есть свой аккаунт в Дзене, страница, которую я назвала «Дневник Северянки». Я думаю переименовать свой YouTube-канал «Дневник Северянки» или «Дневник Северянки Сении». И это пока единственный вариант, который я придумала. Возможно, вы что-нибудь мне сможете посоветовать. Я буду очень ждать ваших идей в комментариях. Вот сейчас активно как раз об этом думаю. Что же мне придумать вообще? И спасибо вам за советы насчет обложки канала, шапки канала, если быть точнее. Очень много идей мне вы написали. И к некоторым я прислушаю. Сейчас буду создавать, ваять что-нибудь новенькое. Потому что, кстати, многим понравилась обложка, где там домики, подсолнухи. И не всем понравилась там, где степ, она не совсем подходит под стилистику канала. Вот, поэтому еще буду додумывать. Но сейчас во главе угла у меня все-таки вопрос о том, как переименовать канал. Хочется что-то вроде оригинальное. И чтобы связано было с моей жизнью. Потому что все-таки канал там о жизни, о путешествиях. Какие-то разговорные видео бывают. Чтобы это было связано со мной. Чтобы это не было так, что я привязана к какому-то определенному месту. Нет, я не привязана к месту. Жду ваших идей в комментариях. Смотрите, какой голубик к нам прилетел. Сидит на газовой трубе. Вообще не боится. Это они тут воркуют. Очень часто воркуют. Деткие голуби, когда воркуют, на кого похоже? Ну, у нас здесь горлинки. Есть еще, но это голубь. Маш, попробуй хлеб ему дать. Там улетит. Улетит. Да, улетит. Ну да. И сидит в кариловой. Вечером вот увидели голубку. Мы, конечно, сейчас, наверное, в шоке, что папа вообще держит ее. В общем, мы заделали между домом и крышей расстояние. И мы сейчас обсуждаем ее, думаем, неужели там могло быть гнездо, потому что она весь вечер уже много часов сидит на трубе, никуда не улетает. Папа как-то говорит, я переживаю за нее. Что делать? Я, конечно, в шоке была, что он ее домой взял. Но птица проверенная. То есть у нее на обоих лапах и номер есть. И все. Я такое уже видела, что... То есть у каждой птицы такой есть свой номер. Птица в шоке. У нее там, наверное, гнездо. Жалко так. Вот тебе и дикий голубь называется. Да, вот видишь, российская даже эта у нее, российская вон, эмблема-то. Понимаешь? Ну да. Ну это вот они и пересчитывают. Все проверяют, учет идет птиц. Неужели так каждую птицу... Ну как, которые проверены, да. Вот эта история. Ну у нас ведь никогда здесь они не сидели, чтобы так сидели и спали вечером. Сейчас думаем, что делать. Вот смотрим в интернете, прилетел, если окольцованный голубь. Что нужно делать? Декоративные голуби летают недалеко от дома, поэтому обратите внимание на кольцо. Возможно, там стоят фамилии и данные владельца. Скорее всего, птица принадлежит тому голубеводу, который географически ближе всего от вашего дома. Ну что, позвоните? Значит, позвоним. Давайте позвоним. Сейчас посмотрела в интернете, что вот номер года, который написан якобы, говорит о том, что это год рождения голубя. И, собственно, 17 это номер голубя. Сейчас пытались позвонить. Почему-то не берут. Может быть, это какой-нибудь рабочий номер с голубятней, я не знаю. Ну сейчас будем думать. Значит, будем ее просто сажать там, где она сидела. Но я говорю, это ладно, если она просто улетела. Хуже, если там будет гнездо. Руку вот можешь просто положить. Ну все, у нас сейчас цирк. Я такого не видела, что такого. Еще все обосрет дома. Что страшного? Папа решил такое, я не знаю. Ну что, бедное животное, я не могу просто. Ну, жалко же. Жалко, давайте пойдем уже на улицу понесем. Все, несем на улицу, аккуратно. Вообще была глупая затея ее брать даже. Я не знаю, зачем ты принес ловить ее. Пусть бы он там сидел до утра. На улице такая погода хорошая. Мы даже вышли в кофтах возник. Вообще ее не холодно. Так тепло, а потому что ветра нет. Так красиво на улице, а. Зимняя сказка. Ну да. Вообще. Сейчас даже хочется в такую погоду погулять почему-то. Не хочет палец отпускать петь. Нет, да? Палец не хочет отпускать. Ну, завтра позвоним снова, если не улетит. Если тут же будет сидеть, значит позвоним снова. И на машине сколько снега. Вообще. А ведь был дождь. Субтитры подогнал «Симон»